в этом видео мы поговорим о реверс шарте расскажем в чем заключается идея этого инструмента и как его можно использовать в торговле и так открыть реверс шарт можно в любом окне графика в поле счет калькуляющий тайп выбираем реверс шарт и нажимаем apply и так реверс шарт может быть представлен как в кластерном графике так и в двойном кластере бокс-чарте бар и линейным так в чем заключается идея реверс шарта исходя из названия его идея заключается в том чтобы находить разворотные точки на рынке так в реверс шарте есть два ключевых параметра это параметры волатильности и параметры модели они считаются в пипсах так параметры волатильности отвечает за то собственно за изломы тренда который мы видим на графике например чтобы произошел излом тренда цена должна в обратном направлении пройти 4 пипса то есть указаны нами значения в параметре волатильности когда цена проходит 4 пипса то на графике рисуется такой вот излом тренда параметры модели считается по тому же принципу но он отвечает конкретно за окраску графика если мы начнем постепенно увеличивать например параметры волатильности то видим что график у нас начнет изменяться то есть изломов тренда становится все меньше и меньше потому что критерии для того чтобы график нарисовал излом тренда они увеличиваются и аналогично для модели при увеличении модели видим что график начинает окрашиваться иначе и так как считается модель когда график проходит указанное количество пипсов в обратном направлении то есть в контртренд то график окрашивается в противоположном свет то есть если у нас на данный момент идет падение и график красный то есть он от предыдущего максимум прошел 12 пипсов и более то график перекраситься в зеленый то есть покажет нам разворот тренда только тогда когда цена пройдет 12 пипсов в обратном направлении и идея заключается в том чтобы подобрать оптимальные параметры волатильность и модели которые бы нам показывались более с большей долей вероятности развороты тренда как можно использовать реверчард в своей торговле сразу говоримся что реверчард это не полноценный инструмент это не это лишь как усиление к какой-то общей стратегии то есть это один из инструментов в вашем арсенале на примере вчерашней сессии с но 7 я рассмотрим как можно использовать его в своей торговле так мы видим нас пошел даун тренд каждый хай ниже предыдущего и мы понимаем что скорее всего движение продолжится дальше вниз и как мы можем действовать мы можем проводить такие вот research и то есть измерять сколько инструмент прошел после того как реверчард дал нам сигнал на разворот допустим в этой точке от хая после прохождения 12 липсов а напомню это критерий при котором реверчард нам дает сигнал на разворот и график рисуется в красный после прохождения 12 липсов цена дополнительно в том же направлении прошла 9 далее здесь вот локального максимума после сигнала реверчарта мы прошли 22 здесь 12 плюс 17 здесь 20 примерно 9 и еще этот возьмем пример здесь мы прошли 12 пипсов то есть примерно можно сказать что после того как реверчард нам дает сигнал на разворот инструмент проходит еще в среднем от 10 до 20 пипсов конкретно этот потенциал мы можем рассчитывать при открытии позиции это вовсе не значит что после того как реверчард нам дает сигнал на разворот мы просто открываем шорт и ждем падение на 10 20 пипсов дополнительно мы используем и другие инструменты в нашем арсенале объемы например на кластерной графике это тиковый график и прочие инструменты торговли то есть реверчард как бы нам показывает что скорее всего локальный тренд меняется локальный тренд разворачивается и он нам показывает примерный потенциал в рамках данной краткосрочной тенденции вот именно с таким понятием нас и такой идеи нужно использовать данный инструмент далее рассмотрим реверчард на примере кластерного графика здесь мы можем сразу наглядно видеть сколько проходит инструмент после того как реверчард на показывает разворот то есть первые 4 пипса они подсвечены то есть именно разворот на пипса они подсвечены в такой яркий цвет если мы изменяем параметр то видим что у нас теперь подсвечиваются не 4 пипса а первые 6 пипсов если на линейном графике мы по цвету определяли разворот тренда то в кластерном графике мы можем указать ту же величину что и модель 12 и по сути те же значения что и на линейном графике с моделью 12 мы можем видеть на кластерном и делать такие же research и мы сразу наглядно видим сколько проходит инструмент после того как реверчард нам дает сигнал на разворот чтобы видеть окраску графика также как и в линейном варианте но нам нужно активировать рамку кластера в настройках кластерного графика и тогда кластер нам показывают параметры волатильности рамка нам показывает параметр модель то есть все то же самое что и на линейном графике только у нас окрашивается не сам график окрашивается конкретно рамка также есть такой параметр на вертикальной гистограмме как разворотный объем с этап стали сверточку кисто грамм и в списке у нас есть reverse initial volume что он нам показывает он нам конкретно показывает тот объем который развернул локальный тренд то есть который показал разворот графика другими словами те кластеры которые подсвечены они суммируются и отображаются на вертикальной гистограмме то есть другими словами что это нам дает мы можем оценивать какой объем развернул тренд в моменте допустим здесь мы видим что довольно большой объем здесь послужил толчком к тому чтобы развернуть локальный тренд и уже можем делать какие-то выводы на тему того актуальным это сигнал или нет можем на более высоком параметре велосипедности посмотреть как это работало и посмотреть есть ли какая-то связь между объемом величину разворотного объема и сигналом настройки реверс от находится в меню сетап садинс и мисклайн и прочее by реверс by outside реверс это значение разворотного объема и объема остального и аналогично для цел если у вас есть вопросы по использованию реверс шарта просим вращаться в поддержку по контактам в описании благодарим за внимание и хорошего дня